Может быть Азербайджан сейчас хочет воспользоваться тем, что мировое сообщество занято русско-украинским конфликтом и продвинуть какие-то свои интересы, суметь добиться определенных своих интересов? Ну конечно, они же хотят, всячески они используют любой повод, любую причину, любое развитие своих целей. Кстати, нам очень многому надо учиться, очень многому. Да, я тоже так считаю. И вот вопрос именно в этом, что причина вот такой политики Азербайджана одна, ненависть к армянскому народу, ненависть к России. А вот поводы, вот Украина тоже повод, причем весьма весомый. Они пытаются, значит, в этой модной воде свои дивиденды, своих, скажем так, рыбудить. Понимаете? То есть это стиль Азербайджана. И они от этого никогда не отказывались. Турецкий стиль. Да, и Турция в том числе. Турецкий стиль. Это мы должны очень хорошо понимать, очень хорошо. Никогда, знаете, не сделать все возможное, чтобы, не дай Бог, реальность не представлять виртуально. То есть виртуальную реальность мы должны избегать всячески. В лице Азербайджана мы имеем страну, которая имеет свой специфический стиль геополитической борьбы, технику. Имеем государство состоявшееся. Нравится нам это или нет, но это так. Поэтому надо соответствующую тактику и стратегию вырабатывать именно исходя из этого. А возможности противодействовать очень много. Но для этого нужен профессионализм, патриотический подход. Значит, до единства Армении, Арцах, Диаспора. Правильную геополитику надо вести. Но, естественно, все это зависит от профессионализма и от патриотизма.